МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Одень с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Виктор Томенко встретился с представителями гостиничного бизнеса Рэдисон. Застроят ли гору на площади Сахарова? Привели в порядок. Здесь раньше никогда такого не было. Здесь бурьянку, собирались одни лукаши. Спустя 40 лет в Новоалтайске отремонтировали многострадальный парк. Впервые в истории алтайской стрельбы. В Павловском районе прошел этап Кубка России по стендовой стрельбе. Один из мировых гостиничных гигантов, группа компании Рэдисон, заявила о намерениях построить отель в центре Барнаула. С представителями бизнеса в Москве встретился губернатор Виктор Томенко и застройщик. Для будущего строительства рассматривают участок на пересечении Социалистического проспекта и улицы Молодежной. Это та самая гора на площади Сахарова с аттракционами и сквером. Сообщение уже вызвало общественный резонанс. Впрочем, главный архитектор края Виктор Читошников в разговоре с нами заявил, что речь, скорее всего, идет о другом месте. Читошников также отметил, что еще весной отельеры претендовали именно на место сквера. Но тогда им отказали. По мнению архитектора, под застройку может быть отведено другое пространство, так называемые баки. Это подтверждают и данные публичной катастрофы карты. В любом случае, отметил Читошников, делать какие-либо выводы до официального проекта застройщика преждевременно. При этом он подчеркнул, что других свободных мест под многоэтажное строительство в центре города уже нет. 16 тысяч жителей края заболели гриппом. Это данные только за прошлую неделю. Как всегда, самые уязвимые дети. При этом прививаются от гриппа сейчас в основном взрослые. Дозу вакцины получили уже почти полмиллиона человек. На бесплатную прививку могут рассчитывать дети, школьники, студенты, военнослужащие, беременные, сотрудники транспорта и других сфер. Планируется привить половину жителей края. А пока процент заболевших гриппа меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Новоалтайске привели в порядок парк Пионерский. Он не видел ремонта почти 40 лет. Еще недавно там не было заасфальтированных дорожек, освещения. Как изменился старый добрый Пионерский, расскажет Ирина Корчегина. Чем только в этом парке не занимались и уж точно не спортом, вспоминают жители Новоалтайска. Еще недавно у парка Пионерский была дурная слава. Сегодня у него второй день рождения. Первый глобальный ремонт спустя 38 лет. Здесь раньше никогда такого не было. Здесь бурьян был, собирались одни лукаши. Здесь так тропинка одна была на выход, пробежишь по-быстрому в темноте. А сейчас так я проходила, так освещение, все как-то вообще красиво, красиво очень. Пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки, роледром, скамейки, архитектурные формы и более ста новых деревьев. Все это появилось здесь за полтора месяца. На ремонт парка потратили 24 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. Теперь в Пионерском почти круглосуточно гуляют пионеры 21 века. Многие подростки вообще приезжают из других районов города. Мы вот сюда приезжаем, если только покататься на самокатах. Нам очень нравится. Мне понравилось, что тут можно качаться, тут парад идет. Мне нравится все тут. А тебе? Батут. У нас стоит коробка. Летом мы будем там организовать, чтобы дети катались на роликах. А зимой, конечно, будем заливать. Может быть, организуем прокат коньков. Всегда надо придумывать какие-то интересные вещи. То, что детей отвлечет от каких-то не тех дел, которые надо делать. Кстати, жители Новоалтайска сами обратились к властям с просьбой наконец-то привести в порядок многострадальный парк. Тем более в последние годы район, в котором расположен парк, активно застраивается многоэтажками. Это значит, что в скором времени гуляющий в Пионерском станет на несколько тысяч больше. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Продолжим выпуск. В интернете распространяется жестокое видео детской драки. Ее участники – девочки-подростки. Предположительно, инцидент произошел в Рубцовске. В начале видео одна из девочек стоит на коленях и от нее требует извинений якобы за неправильное поведение. Далее девочку на коленях бьют ногой в грудь, начинают колотить ее руками и пинать. Нападающих одна. Еще как минимум одна девочка снимает все на телефон. Разместившие видео уверяют, что инцидент произошел еще 17 сентября возле стадиона «Торпеда». В комментариях к этому ролику уже появились люди, которые считают, что пострадавшая девочка получила заслуженное наказание. Правоохранители проводят проверку. В квитанциях ЖКХ может появиться новая графа. Людям предлагают создать единый страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. Планируется, что поквартирный ежемесячный взнос составит 150 рублей. Причем эти платежи должны быть добровольными, так сообщают инициаторы проекта Минфин и Центробанк России. Все собранные деньги пойдут на спецсчет в российскую национальную перестраховочную компанию. Для нововведения уже определены 14 пилотных регионов. Среди них Красноярский край, пострадавший этим летом от пожаров, а также наши соседи Омска и Новосибирска области. Жителям Алтайского края также может пригодиться новый сбор. В 2014 году наш регион серьезно пострадал от наводнения, а паводок 2018 был менее масштабный. Тем не менее, общий ущерб превысил 5 миллиардов рублей. Когда новая графа станет обязательной, для всей страны не сообщают. Впервые на Алтае прошел этап Кубка России по стендовой стрельбе. Стрелять по тарелочкам в поселок Комсомольский Павловского района приехали одни из лучших стрелков России. Кстати, призовой фонд Кубка – полтора миллиона рублей. Больше 130 человек с ружьями. Это почти рота профессиональных стрелков. Со всей России они съехались в поселок Комсомольский Павловского района. Здесь алтайские любители стендовой стрельбы подготовили площадку для этапа Кубка России по так называемому компакт-спортингу. Этот вид спорта, он как раз для охотников подходит, ну, исключительно, полностью подходит. Потому что ненормированные полеты, ненормированные углы вылета из-за спины налетающие, ну, где-то в небе, там, боковые и все остальное. Полет тарелочки как раз имитирует движение дичи во время охоты. Поэтому спортинг многих стрелков выводит из леса в профессиональный спорт. В Алтайском крае этап Кубка России проводят впервые и тоже не просто так. Когда формируется календарь, специально сюда отдали вот этот этап Кубка России, чтобы поднять этот регион. Много топовых стрелков приехало тоже, потому что, ну, сейчас уже в России очень много стендов, которые проводят соревнования. И всегда, всегда очень интересно ехать на то стрельбище, которое впервые проводит такой турнир. Этот спорт уникален тем, что здесь годы не имеют значения. Только на этом этапе собрались участники возрастом от 13 до 65 лет. Вы уже лучше родителей стреляете, да? Да. Нет, серьезно, есть такое? Да. И как родители, как это, обижаются, нет? Да нет, они наоборот радуются за нас. Да. Ну, у меня 11 кубков. Кстати, призовой фонд Кубка – полтора миллиона рублей. Не подбитая утка, конечно, но тоже ничего. Андрей Дриллер, Илья Халяпин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. До встречи.